От всего нашего воинского коллектива хочу передать глубочайшую благодарность за предоставленный БУЛАТ, который поможет нам противодействовать дронам в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. Детекторы дронов БУЛАТ и гуманитарную помощь регулярно передают в зону свой благотворительный фонд «Доброволец». В течение месяца жители Рязани Одинцова и Голицына Московской области собирали грузы по запросам, которые делали сами бойцы. И вот юбилейный десятый раз груженные машины с предметами первой необходимости отправились в зону СВО. Сегодня в приоритете продукты, одежда и медикаменты. Последнее для госпиталей Донецка. В интернаты же города Сватова Луганской народной республики передали концтовары, одежду, обувь, игрушки и сладости. Помимо бытовых вещей отправляют и техническое оборудование для фронта. Это такие дорогостоящие вещи, как генераторы, приборы ночного видения. В этот раз мы отправили на фронт ребятам приборы ночного видения и также несколько автомобилей для бойцов и запчасти, колеса для автомобилей. По просьбе бойцов передали четыре прибора ночного видения, главное достоинство которых – отсутствие дальномеров и инфракрасной подсветки. То есть они невидимы для вражеских тепловизоров. Это поможет нашим бойцам во время штурмов. С новыми приборами ночного видения можно выполнять боевые задачи, не выдавая свои позиции. Остаться незамеченными для врага – важная и в то же время непростая задача. Компактные автомобили – еще один незаменимый на фронте помощник. Их тоже отправили в зону СВО. Автомобили отправили, 99 отправили в порядок, уедет на Херсонское направление, также УАЗ Буханка. Сейчас тоже на Херсонское направление поедет к нашим ребятам. Так, в принципе, одну-две машины в месяц мы отправляем стабильно. Сейчас еще две Буханки купили, они стоят сейчас обслуживать СТО делать. На этих автомобилях можно доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых. Они маленького размера, более маневренные, их сложнее подбить врагу. Всего за 2024 год в зону СВО отправили около 10 таких компактных машин. Я хочу поблагодарить благотворительную организацию «Доброволец» за такую масштабную работу, нужную работу. Я хочу поблагодарить каждого участника, кто оказал помощь, кто оказал поддержку. Склад фонда «Доброволец» находится по адресу Славянский проспект, дом 6. Сюда все желающие могут принести нужные вещи, которые помогут тем, кто находится в зоне СВО. В особенности требуются медикаменты для госпиталей и одежда. Важна любая помощь. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».